Педагоги директора школ пришли на встречу с депутатом Государственной Думы Надеждой Максимовой, чтобы рассказать о самых острых проблемах сельского образования. И это не кадры. В школах и детских садах сейчас работают профессионалы, много молодежи. Стареют школьные здания, ветшает инфраструктура, слабо обновляется материальная база. Самый яркий пример – единственная в райцентре средняя школа. В ней ученики занимаются в три смены. Я прошу внимания обратить, где-то на каком-то уровне порешать, чтобы нас действительно двинули этот вопрос, качнули его так, чтобы действительно жители понимали, что строительство новой школы необходимо и оно будет все-таки. Следующий объект – районная больница. Ее поликлиника расположена в нескольких деревянных корпусах, где тесно и неуютно. Я считаю, что нужен новый корпус, потому что больница старая уже. Зимой холодно сильно. Люди больные все приходят. Недостроенный корпус поликлиники стоит рядом. В него вложено более 20 миллионов рублей, но средства закончились практически сразу. Кирпичная коробка без движения уже пять лет. Коллектив сейчас у нас достаточно большой. Появились новые доктора, новые специальности, новые приемы открыли. Значит, насыщенность оборудования. Его где-то размещать надо. То есть, обеспечивать качество медицинской помощи, доступность ее. То есть, требования очень высокие сейчас к здравоохранению. Поэтому нам нужно новое здание. Надежда Максимова о проблемах этих двух объектов знает. Они на контроле и у главы республики. И, пожалуй, сегодня во время визита впервые начала прорисовываться какая-то перспектива. Хотя и не на этот год. Все дело в том, как будет наполнение республиканского бюджета, конечно. Проблема в этом. Тем более, что у нас много задействовано объектов уже республиканских, которые требуют софинансирования. Средствами федерального бюджета нужно добавить средства республиканского бюджета. Поэтому в первоочередном порядке будут те объекты заканчиваться. Но я думаю, что 2017 год все-таки для этих объектов будет перспективным. Сегодня же депутат Госдумы Надежда Максимова побывала в селе Новороссийское. Виктор Лушников, Станислав Колченаев, Вести Хакасия.